Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как сделать красивый шов примыкания между плиткой и ванной, а также я покажу, как сделать хороший и качественный шов на гипсокартонных конструкциях, потому что эти конструкции у нас подвержены небольшим вибрациям, и, соответственно, обычная затирка там будет выкрашиваться. В общем-то, не буду долго затягивать приветствия. Погнали! Итак, начать я хочу с того, что нам понадобится. Какая-нибудь мыльная вода я приготовил из обычного шампуня. Обезжириватель. Можно запастись тряпочками, чтобы убирать лишний силикон со шпателя. И самое основное, самый главный инструмент, который нам пригодится, это вот такие вот шпательки. Здесь они имеют такой срез, здесь написаны разные уголочки, какие есть, и разная форма. Разная форма и разные размеры. Это исходя из того, какой угол мы хотим делать. Начнем с самого простого. Здесь я буду делать самый простой угол по 90 градусов. И сейчас покажу основной нюанс, который требуется при этой работе. Самое главное, чтобы у нас получился одинаковый и равномерный шов, нужно правильно держать шпатель. То есть вот здесь, как я говорил, есть такой срезик. И срез должен идти от нас. То есть когда мы проводим, мы должны делать это слегка, ни в коем случае не надавливать на шпатель. Но в то же время он должен быть прижат. Вот эти вот углы должны быть не прямые, а под небольшим наклоном. То есть либо вот так вот, лучше всего делать это вот так вот, но иногда можно делать и вот так. То есть когда мы, допустим, подходим к какому-нибудь углу. С теорией закончено. Теперь давайте перейдем к практике. Швы я подготовил. Где-то у меня немножечко осталось затирки, но она мне не помешает. То есть она не выходит за предел шва, поэтому я ее оставил. Немножечко срезал носик для того, чтобы было удобнее наносить силиконовую затирку. Ну и в общем-то наносим ее. Силикон в открытом состоянии должен находиться у нас не более 10 минут. В идеале это 5 минут, поэтому медлить с этим не стоит. Дальше мы сразу берем мыльную воду и наносим на наш шов. Мыльная вода позволит хорошо скользить шпателю и не оставлять следы на плитке. Я поливаю прям обильно, не жалею. Хуже от этого не будет. Берем шпатель. На шпатель также наносим мыльный раствор. Теперь прислоняем его, как мы помним, вот этой тонкой гранью и будем вести его вот так. Прижимая и легким движением руки. Излишки убираю на тряпочку сразу. Простаем горячую колоник. Ну и теперь можно приступить к формированию шла между плиткой и ванной. Здесь работа немножечко сложнее, потому что ванна, как правило, у нас имеет немного загнутую форму, и шпатель к ней прижать никак не получится. Здесь просто нужно делать в несколько заходов, и вот именно когда плитка находит на ванну, шов делать очень легко, потому что я буду делать по такой же схеме, как делал на коробе, то есть я сделаю просто прямой шов. Если у нас ванна приставляется к плитке, то в таком случае необходимо делать шов, который имеет скос. То есть примерно вот такой. Сейчас откажу где-нибудь другой шпатель. Вот есть, допустим, 8 мм, можно делать 5 мм, в зависимости от того, насколько сильно вот здесь у нас загнуто, то есть когда ванна приставлена к плитке. В общем-то, приступим. Вообще я сразу наношу весь силикон на ванну, и потом начинаю ее обрабатывать. Но так как я снимаю видео, мне не особо удобно переставлять камеру, я сделаю половинку, то есть пол ванны. Затру, а потом сделаю вторую половину. Ванну очень удобно что-нибудь постелить и сложить туда весь инструмент, который необходим. Когда наносим силикон, главное, чтобы его не было меньше, чем нужно. То есть лучше наносить с излишком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова наносим мольный раствор я стараюсь сюда не попадать потому что здесь у меня еще шов открыт то есть я нанесу вот отсюда буду делать такой же ровный шов прямом углу всегда лучше стараться делать вот какого-то угла то есть не отсюда к углу а от угла по крайней мере мне так удобнее как говорится обращаемся как женщиной и все будет получаться на резина не нужно все после того как я первый раз провел я внимательно смотрю что у меня получилось если мне что-то вдруг не нравится то я еще раз подправляю но тут самое главное не перестараться потому что когда я раньше только начинал это делать я пытался посильнее нажать и что приводило к тому что работу приходилось выполнять замок тут у меня в принципе с первого раза все получилось немножко подправить уголки можно оставлять ну что Ну что ж, друзья, надеюсь, видео вам это пригодится. С вами был, как всегда, Давыдов Сергей. Пока!